Ненинскому округу необходима современная учебная база для подготовки рабочих кадров. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин и поручил своему заместителю Галине Медведевой приступить к составлению технического задания на строительство нового здания для профобразования. Процесс начнется в следующем году. Кроме того, на встрече Игоря Кошина и Галины Медведевой, где руководитель департамента озвучил отчет о проделанной работе за текущий год, прозвучала информация о том, как планируется переструктурировать образовательную сферу и каким образом в регионе будет развиваться туризм. Алина Ваучейская продолжит тему. Свой доклад руководитель департамента образования, культуры, спорта и туризма начала с отчета об исполнении бюджета за период с января по август текущего года. По словам Галины Медведевой, средства из окружной казны освоены на 87%. 5,5 миллиарда рублей идут на образование, культуру, спорт, молодежную политику. Все общий бюджет. И на развитие образования идет порядка 4 миллиардов, 3,957. На культуру порядка 800-790, если точно, молодежь – 42 миллиона, физкультура – 620. Обеспечение порядка преступности, терроризма, экстремизма – порядка 700. Часть средств была направлена на образование единой сети учреждений культуры и туризма, учредителем которой является Департамент образования, культуры и спорта Ненинского округа. Так, 29 муниципальных организаций получили статус государственных казенных учреждений. За этот период удалось выявить и приступить к решению ряда проблем. Бюджеты были переданы достаточно усеченные из муниципалитетов. Кроме того, проблемой высветилось то, что некачественное строительство и многие ремонты, которые были проведены. И сегодня мы, в общем-то, да, пожинаем то, что у нас вот Лабожская, Пылемец, Паривер, новые клубы, а вынуждены были их снова к подрядчику обращаться, чтобы они нам переделали. Клуб созвездий на сегодня мы имеем как раз заключение, да, хотя и он тоже ремонтировался в арене в Угле, но у нас есть проблемы. Что касается образования, большая работа была проделана по исполнению майских указов президента Владимира Путина в части доведения зарплат педагогических работников до уровня средней зарплаты по региону. Так, по итогам первого полугодия 2015 года средняя зарплата педагогов образовательных учреждений общего образования составила чуть более 95 тысяч рублей. У педагогов дошкольных образовательных учреждений средний заработок составил 70,5 тысяч рублей. Средний заработок педагогов дополнительного образования – 91,5 тысяч рублей. Преподаватели и мастера производственного обучения организации начального и среднего профобразования в среднем получают 132,5 тысяч рублей. Также, по словам Галины Медведевой, в школах региона по-прежнему ведется активная работа по выявлению и поддержке талантливых детей. Проводятся Всероссийская олимпиада школьников, региональные олимпиады и различные конкурсы. Единый госэкзамен в 2015 году из 214 выпускников школы региона не сдали лишь 3 человека, что составляет 1,4%. Но главная задача на сегодня – это смотивировать выпускников к возвращению на работу в родной округ, отметил в ходе встречи губернатор Игорь Кошин. Кроме того, глава региона напомнил о необходимости создания современной учебной базы для подготовки рабочих кадров непосредственно в Ненецком округе. Дизелистов, газовщиков, бульдозеристов, трактористов мы должны готовить внутри округа. Для этого необходимо наши среднеучебные заведения оснащать современной техникой, которая используется в работе, например, вездеходами треккол. Мы должны выпускать специалистов, получивших актуальные знания, идущих в ногу с достижениями прогресса. Обсудил глава региона со своим профильным заместителем и развитие туризма. Галина Медведева рассказала о том, чего за 8 месяцев этого года удалось добиться в этой сфере. Ненецкий округ включили в федеральный мобильный путеводитель ТОП-Триптип – путешествие по России. Запуск этого мобильного приложения по округу запланирован уже на ноябрь. Также департамент ведет постоянный мониторинг туристских возможностей для развития внутреннего и въездного туризма на территориях муниципальных образований НЕСЬ, Амдерма, Индига, остров Вайгач, Харута, Устье, Хоткино. Одним из главных достижений, безусловно, стало участие проектов от Ненецкого округа в региональном этапе национальной премии Russian Event Awards. Напомню, два проекта – это спортивное состязание оленеводов Ненецкого округа Семенхат-Мерита и Всероссийский туристко-краеведческий проект «Форум дружбы НАУ Ворота в Арктику» заняли третье место в финале регионального этапа премии. Также в 2015 году акцент сделан на развитие детско-юношеского и молодежного туризма. Кроме того, удалось обеспечить включение туристских маршрутов по Ненецкому округу в глобальный межрегиональный проект северо-запада «Серебряное ожерелье». Алина Волучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».